Выбирайте не дом, а соседей с этой известной поговоркой на все 100% согласны жителей авиагородка. Больше 25 лет они страдают от соседства с нехорошей квартирой. И дело здесь не в проклятиях и привидениях, все гораздо прозаичнее. Дом по адресу Звездная 2 был сдан в 93 году. В квартиру с номером 1 заехала большая многодетная семья во главе с бывшим сотрудником милиции Владимиром Степановым. Ну а дальше начался многолетний затяжной период, который жители называют просто пьянки-гулянки. Не успели въехать, был пожар по ихней вине. Потом 8 апреля 2011 года произошел второй пожар. У них за неуплату были отключены электричества. Они сами подключались, принесли старый обогревательный прибор, на него положили одеяло и это все загорелось. Вы не представляете, что здесь было. Мы 5 дней не могли очиститься от этого дыма. Сегодня от большой семьи ничего не осталось. Родители давно умерли, их взрослые дети разъехались. Все, кроме одной. Наталья по сей день продолжает традиции отца. Устраивает пьяные дебоши по ночам, не платит по счетам ТГК-14, продолжает уничтожать и без того разоренную квартиру. Обращались мы в администрацию, вызывали их. Они приезжали, все это смотрели, фотографировали, вот в письменном виде обращались. Все это зафиксировали, мер никаких не принималось. Обратилась в приемную Кобзона в письменном виде. Они мне дали ответ, что пока ничего мы не можем конкретно сделать, мы туда-туда обратимся, высшие инстанции, ну вам ответ придет. Это ничего не случилось, никто не приходил, ничего не было. Недавно мы были свидетелями трагедии. Магнитогорск, мы живем как на пороховой бочке, потому что мы знаем, что в любое время что-нибудь они тут или окурок бросят, или что-то взорвется у них какие-нибудь баллоны, они тащат сюда для обогрева. Вот, и поэтому хочется, вы знаете, просто, чтобы нас услышали и как бы обратиться к властям администрации города, непосредственно губернатору Усипову, чтобы как-то на нас обратили внимание и нам помогли. В управляющей компании обслуживающий дом нам рассказали, что по инициативе администрации Черновского района несколько лет назад состоялся суд, решением которого всех бывших жильцов выписали из этой квартиры. Но, несмотря на это, девушка по имени Наталья все еще считает это имущество своим. Ни заваренные двери, ни закрытые окна не являются достаточным препятствием для ее подвыпившей компании. К слову, пока шли съемки, главная героиня этой истории появилась, что называется во всей красе, ведомая под руки двумя кавалерами. По-хорошему ключи. Давай ли мы сейчас вызываем МЧС, нам скрывают квартиру, там запах идет, нам надо посмотреть, не изгнило ли что. Вскоре стало понятно, что и ключи от квартиры у Натальи имеются. Закрой! Открой! Закрой! Как разрешить многолетнюю проблему, жители этого дома не знают. Они обращались в разные инстанции. И ответ один. В квартире прописан ребенок бывшей жены сына Владимира Степанова. И именно поэтому с квартирой якобы ничего нельзя сделать. Хотя ни сын покойного Владимира, ни его бывшая жена, ни ее ребенок последние 20 лет в квартире не появлялись. Да и очевидно, что ребенок жить в таких условиях не может. Почему городские власти, в чьей собственности находится квартира, бездействуют? Почему жестких мер не принимает полиция? Вопросов слишком много. Мы уже отправили официальный запрос в администрацию Читы и другие ведомства. Мы вернемся к этой истории, как только получим ответы. Светлана Тулунова, Андрей Шаронов. Время новостей.